Глава государства и верховный главнокомандующий интересовался деталями того уже знаменитого сражения, в ходе которого наши бойцы уничтожили 8 танков и бронемашин противника и под вражеским огнём спасли своих сослуживцев. А также отметил символичность награждения танкистов именно в местах Курской битвы. Я хочу ещё раз вас поздравить с госнаградами вчерашними. Я видел, что вы волновались. Ну, людей много. И, по-моему, волновались, похоже, больше, чем на поле боя. Но это естественно. И место знаковое. Всё-таки эта Курская дуга связана с самыми большими за всю историю войн, и тем более за историю Великой Отечественной войны, танковым сражением. После этой встречи героев России приехала поздравить и якутская делегация. Всем бойцам вручили памятные подарки. А они поделились своими впечатлениями и рассказали секрет имени танка – Алёше. Имя у танка – Алёша. Это так коптерщики пытаются маскироваться. В рацию «танк» не кричат. Называют именем человека. В такое непростое время такой позывной дали. И случайно вышло. Все думают, что именно в честь меня назвали. Но это не так. Это просто совпадение. Совпадение. Лёха, получается, за это время, он, получается, просто всего, он грамотный человек. Он просто-напросто не спец. Мы сами прекрасно видели бой. Что не выстрел, танк. Получается, два выстрела, два танка сразу ушли. Там дальше, дальше, дальше больше, получается. Три заезда сделали, всё полностью разбили, развернулись, ушли. А у нас там один Алёша. Один Алёша. Вадим Алёша, один Алёша. Танковый экипаж Алёши был сформирован в начале года. Несколько месяцев тренировок. Их бой. Причём парням настолько удалось найти общий язык, что их команду направляли на самые сложные участки. И каждый раз они выходили победителями. Это как раз и есть пример вот такого живого, живой истории, живой ниточки истории, которая идёт издалека и приходит через поколения. И часто мы слышим, что сегодня не та молодёжь, сегодня как-то мы совсем другие. Но в своих основных ценностях гражданина, человека, патриота, я думаю, что эти ребята показали, что мы остались такими же.